22 июня – один из самых трагических дней в истории России. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Четыре года сражений, лишений и ужасной войны унесли жизни почти 30 миллионов советских людей. В Хасавьёрте представители администрации муниципального образования в городе Хасавьёрт, ветераны войны совместно со студенческой молодежью города, провели акцию у братских могил, воззажили цветы к могилам тех, кто погиб достойно сражаясь на полях войны и почтили память погибших минутой молчания. Первым в слова скорби и благодарности выразил ветеран Великой Отечественной войны Александр Семёнович Макуха. «Мы не имеем права забывать эту войну. Мы не имеем права забывать всех тех, кто погиб за свободу нашим народам. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мертвым и живым». Этот день напоминает обо всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В тяжелой кровополитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов и разгром гитлерских войск. Первый заместитель главы администрации Бады Рахмедов отметил, что проводя мероприятия с участием ветеранов и молодежи, расширяют знания о тех, кто мужественно сражался за мирное небо над головой. «Обращаясь в первую очередь к молодежи нашей, быть преемственной тому поколению, которое положило свою голову. Войны 1941-1945 годы не забывать этих людей, тысячи и сотни наших соотечественников, которые положили свои головы ради сегодняшнего мирного неба». Студентка колледжа «Сфера услуг» для всех присутствующих выступила со стихотворением военных лет, в котором говорилось о советском народе, стоявшем в полном смысле этого слова, насмерть защищая Отечество. «Скорбная дата на нашем календаре. 76 лет назад началась Бурякая Отечественная война. Своим огнем она опалила каждую семью, принесла лишения и горечь потерь. День памяти и скорби – это негаснущая память о воинах, павших на полях сражений с фашизмом, о миллионах замущенных и убитых на оккупированных территориях женщин, о героическом подвиге тружеников тыла, об огромных жертвах, принесенных нашей страной и нашим народом во имя Великой Победы». Далее, после возложения цветов у мемориала братских могил делегация направилась к холму воинской славы, где также были возложены цветы у подножия Вечного Огня. Слова о скорби выразились о присутствующей, так как начало войны для всех россиян – печальная дата. По поручению главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, в День памяти и скорби были исполнены патриотические песни в хоровом исполнении. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».